Каждый год в регионе становится все больше любителей зимней рыбалки. Опытных и начинающих рыбаков не останавливают даже суровые морозы. За безопасностью на льду ежедневно следят сотрудники МЧС. Первый в наступившем году рейд прошел сегодня. Репортаж Ирины Шмыговой. В рейд по Волге сотрудники МЧС отправляются на катере-амфибии. Судно на подушке позволяет безопасно передвигаться даже по самому тонкому льду. Однако в этом году, по словам сотрудников МЧС и самих рыбаков, лед хороший. 30 сантиметров. Это допустимая толщина льда? Да, это допустимая толщина льда. Это уже можно рыбачить. За безопасностью в акватории Волги следят регулярно. Любители подлёдного лова и просто гуляющих предостерегают. Бдительности терять нельзя. Просьба технику безопасности соблюдать на льду. Обязательно. Все это телефоны с собой есть, да? Обязательно. Каждый рыбак, выходя на лёд, должен иметь с собой 15-20 метров верёвки. На конце должен быть какой-то груз. Если человек нырнул, грубо говоря, провалился, он может ему эту верёвку кинуть, он из-за неё зацепится и вытащит рыбака. Среди любителей зимней рыбалки есть и девушки. Ксения в этом деле уже три года рыбачит даже в самые суровые холода. Азарт. Очень интересное дело. Советую, попробуйте. И если летняя рыбалка подразумевает удобный отдых на природе, то охота за рыбой в зимнее время – это в какой-то степени испытание, перенести которое может не каждый. Но и в этом есть свои плюсы. Зимой комары не кусают. Сначала ледостава в регионе уже были несчастные случаи на водоёмах. Под лёд на Свияге провалился иностранец. С тонкого льда были спасены трое детей. Спасатели напоминают, чтобы избежать трагедии, нужно всегда помнить о мерах безопасности. Ирина Шмыгова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.